А теперь на эту сцену поднимется удивительный человек. Удивительный и созвучный тому, что происходит на этом поле. Встречайте, народный артист СССР, Михаил Ножкин! Дорогие друзья, братья, сограждане, товарищи! Мы являемся в начале свидетелями великого события. Мы запускаем огромный фестиваль нашего национального искусства. Этого так не хватает. И хорошо, что во главе этого встал замечательный хор. Во главе с вот замечательным человеком, который я очень люблю. Очень люблю и десятки лет, дорожу с ней. Вы большие друзья! Это удивительный хор, который, несмотря на осенние взгоды, на непогоду, на гонения, выдержал, выпистывал песню, внес туда новые сегодняшние ритмы, сегодняшнее прочтение песен. Но суть искусства осталась традиционная, опирающаяся на нашу тысячелетнюю культуру. Друзья мои, фестиваль рассчитан на то, чтобы не только... Я-то вообще не певец, слава богу, поэт там и так далее, но пою иногда. Для хороших людей в сольных вечерах, но не как певец, а как автор. Главная задача, это не то, чтобы актеры пели. Они и так поют, и замечательно поют, по всему миру поют. Главная задача фестиваля, чтобы вся Россия запела. Россия, это песенная держава, нигде не говорится, как у нас. Песня, это душа народа. А у нас что, душа исчезла, что ли? Нет, жива душа. А почему не поем? Заткнулись. Сами виноваты, дураки. Поэтому мы должны грохнуть так, чтобы весь мир услышал голос России. Это пробуждает не только голос, это пробуждает самосознание, это пробуждает понятие того, что каждый из нас является частью великого целого. Нас с детства учили петь, не учили специально. Всегда пели, я до войны еще в Москве родился. Всегда пели. И не по пьянке, как сейчас говорят, а по зову души. Всегда говорили, ну теперь споем. Да еще, вот что еще, чем Хорпянский усилен. Всегда говорили так старину в России. Ну, сыграем песню. Как так? Сыграем. Вот они играют песню. Я же мало кто знает. И никто не делает, и ни хрена не умеют этого делать. А вы делаете, молодцы. Сыграть песню. Потому что русская песня, русская песня, это всегда сюжет, это стихи, это мысли, это какая-то история жизненная, радостная, грустная, веселая, заводная, озорная. Ну, чуть-чуть ритм, так сказать, добавь современные пляши, хоть на пупе вертись. А там уже подпевать нечего. Современные ребята поют. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Я тебя, ты, меня побежали в кусты. И все одно и то же. 20-30 лет фестивали колотят, молотят. Замени их других опять. Иностранные гастролеры, великие. Впервые, единственный раз в Союзе. Сколько бы ни одного не приезжал бы. С чем приезжать? Деньги зарабатывать. Ребята, у нас и героев, и песен. На тысячу лет назад и на 10 тысяч лет вперед. Хороший мой поэт, хороший друг поэт мой смоленский. Ну, дивные строчки, я не помню. Но у него есть дивные строчки. Он из деревни Родном, из Тверской. И вот эти деревенские пидочки называет. А я в Подмосковье помню прекрасно. Немцев отогнали. И нас забрасывали в деревню подмосковный над хормом. Понимаете? Чтобы всю деревню, всю работу знал и так далее. Но деревенский пятачок, это вам не пустячок, ребята. Это центр культуры был. Я Зыкиной всегда людям говорил. Она моей тоже песни пела. Я говорю, ты не задавайся особенным. Потому что телевидение сейчас есть. Поезжаю в деревню. И сейчас трех Зыкиных раскрутим в момент. Она это понимала. Потому что удивительный голос. Где-нибудь в Испании. Я ездил по свету много. В Нидерландах, понимаете, в этих и так далее. Учат годами петь на два голоса. На три. А у нас сразу никто никого не учит. Вот бегает тут девочка. Через три года будет петь на два, на три голоса. Это в природе нашей. Так вот этот поэт хорошо сказал. В деревне тяжело жить, трудно, голодно было. И мать у него говорит. Ничего, сынок, одолеем. Голодно, холодно. И вот фразу, вот я дарю. А что не доедим, то допоем. Вот что такое Россия. Вот такая фраза. Народный артист Советского Союза Михаил Ножкин. И звучит песня. Песню. Я ее написал лет 25, наверное, назад. Мы ее вот дальше будут петь. Главное, чтобы вы пели все. Вот чтобы Россия, Москва, чтобы Коломенское тесно стало в Коломенском. От того, что придут люди петь. Москва, чтобы тесно и была. Я еще предлагаю, чтобы со временем, как называется это, в режиме настоящего времени, онлайн называется, да. Чтобы вся страна теперь телевизор соединить, да. И как грохнуть на весь свет. Вот к чему должны стремиться, да. Потому что, когда человек поет в хоре, это воспитание подсознательное, на подкорке. Этого не слышите. Это моя идея. Потому что ты поешь и понимаешь, что ты громче не можешь петь, потому что ты всем мешаешь. Но тише тоже не можешь петь, потому что тебя не будет слышно. Поэтому ты с детства, вместе с людьми, с родней, со двором, с деревней, когда ты поешь, ты приучаешься стревать, находить свое место достойно, не выше, не тише, но звонкое достаточно. Свое место в хоре. Свой голос в хоре. Второй, третий, как получится, а то и первый. И потом ты таким же образом находишь свое место в жизни, в России. Вот что такое хор. Это великая наша сила. Она не задействовала. Берет, ребята. А я пою песню лет ей 30 с лишним. Вот вы ее знаете. Давайте вот будем петь. Начнем с этой песни. Вы нас послушайте. Россия, да? Сейчас. Давайте музыку. Я люблю тебя, Россия, Дорогая наша Русь, Нерастраченная сила, Неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, Чужеземный мудрецам. Много раз тебя пытали Быть Россией или не быть. Много раз тебя пытались Душу русскую будить. Да нельзя тебя, я знаю, Ни сломить, ни запугать. Ты мне Родина родная, Вольной волей дорога. И добром своим, и лаской, Ты душой своей сильна. Нерассказанная сказка, Синевкая страна, Я в березовые ситцы Нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, Без тебя мне счастья нет. А я в березовой ситцы Нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, Без тебя мне счастья нет. Я привык тобой гордиться, Без тебя мне счастья нет. Без тебя мне счастья нет.